Привычка не оплачивать долги за электричество заканчивается отключением, а в некоторых случаях и взысканием имущества за счет долга. Хозяева одного из городских кафе-магазина задолжали за электричество более 50 тысяч рублей. В результате задолженности по потребителю была направлена заявка на ограничение режима энергопотребления в сетевое предприятие ТВ-Энерго, а также судом было принято решение о взыскании задолженности и выдан исполнительный лист. В декабре 2016 года был заключен договор энергоснабжения между АО ТВ-Энергосбыт и индивидуальным предпринимателем. По данному договору энергоснабжения потребитель не рассчитывался, в результате чего сложилась задолженность за электроэнергию. Нами была подана заявка на введение ограничения энергопотребления по данному объекту, как мы видим, это место общественного питания нашего любимого города. Не исключаю, что есть самовольное подключение к сетям ТВ-Энерго. Компания ТВ-Энергосбыт еженедельно проводит подобные рейды по злостным неплательщикам. Все происходит по одному и тому же сценарию. При виде сотрудников компании и судебных приставов индивидуальные предприниматели в большинстве случаев находят деньги на оплату задолженности. Как и в данном случае предприниматель нашел деньги. Я хочу сейчас общую сумму закрыть, и в этот цифр закрыть. Оплата задолженности не единственная проблема. Зачастую люди самовольно подключают электричество. Образуется задолженность, ТВ-Энерго приезжает, отключает потребителя. Они самовольно подключаются через набросами или крючками, или сами лезут на опору. Стоит отметить, что рейды на этом не заканчиваются, ведь высокий уровень неплатежей на розничном рынке электроэнергии лишает компании ТВ-Энерго и ТВ-Энергосбыт необходимых ресурсов для качественного и своевременного ремонта, а также модернизации электросетевого комплекса в Туве. Таким образом, деятельность недобросовестных потребителей создает угрозу возникновения коммунальных аварий в период предстоящего осенне-зимнего периода. Чинчи саму габу я на юн телекомпания Новый Век.